ну в этом ролике немножко про запчасти этот мотоцикл у меня есть на канале то есть изначально не его полностью восстановил реанимировал и его закатал в пленочке обратно ну к сожалению он был накрытый у него цвет все осталось в том же самом первоначальном состоянии да потому что он был накрытый но на него попало ему настало йог но несмотря на то что настало йог в принципе необходимые мне запчасти на него который сейчас стоит просто космических денег это и штука передняя да и литье и тормозные колодки он новом состоянии присмотреться видите да там они все чистенькие то есть все чистенькое вот это то что там от паучков это как бы не страшно все чистенькое все новое отмываешь это все ну то есть все находится в идеальном состоянии вот на этом всем в принципе по запчастям я получается даже не просто сэкономлю я даже буду в громаднейшем плюсе что у меня тут повредилась просто корпус жалко конечно что корпус ну правда с одной стороны но весьма серьезно хотя можно по идее так и есть но она того не стоит также вот моторчик который сейчас можно загнать потус за ту стоимость которая я покупал весь мотоцикл плюс задние вот эти стоечки с пружинками все это стоит сейчас громадных денег если кто не знает вот такая стоечка стоит примерно две с половиной тысячи рублей то есть пружинка в сборе вот она стоит и ранее двух с половиной тысячи рублей это конечно капец на зиму обычная про пшик или других каких-то составов для того чтобы и коррозии не было и для того чтобы резиночки все были в хорошем состоянии ну и естественно что по касаемо покрышек покрышки здесь новые вот видите все здесь осталось вот они лапки то есть ничего не стерто и вот эти покрышечки как раз пойдут на мой черненький мотоцикл как раз мне их очень сильно не хватает в свое время я тоже хотел эти покрышки поменять купить но стоимость этих покрышек магазине одна штука примерно около тоже было тысячу рублей сейчас две с половиной тысячи то есть это 5000 рублей мотор колесо примерно 15-20 тысяч рублей просто по обвесу получается это получается просто конские деньги но это опыт это видео восстановление это данного мотоцикла да там это и вот пленочки которым все обтянуто это переход здесь на светодиодную оптику переделка конечно обидно считает труд выкинут частично в мусорку но от этого никуда не деться и надо радоваться тому что осталось и осталось считает здесь почти все хотя принципе мне квалификация позволяет и полностью это все восстановить даже можно было путем обычной шпаклевки или пакетной смолы вывести вообще все это обратно но заморачиваться я не стану потому что уже к сожалению как бы желание особого нет возраст не тот и самое самое что в этом всем прикольное это кстати вот еще личинки видите все остались ключами целые личинки стоят вот этот комплект получается раз-два-три-четыре-пять личинок он стоит в районе 7000 рублей это очень дорого это у нас электромотоцикл на 60 вольт а в чем прикол заключается самая фишка заключается в том что вот в этом электромотоцикле стояли аккумуляторы как раз про то что я расскажу на 16 вольт то есть он состоит из аккумуляторов на 16 вольт четыре последовательно и в сумме у нас получается вот 64 вольта вот 500 ватт вот это паспорта непосредственно так вот выглядит на электромотоцикл вот эти паспорта у меня были на каждый сгорел а ну а вот это вот это самая классная штука и надо будет как-нибудь показать в роликах этом на не осталось этот производитель henry ком кому интересно вряд ли что приобретете автоматик здесь 63 на постоянку d z47 c20 вроде бы еще пытается сработать отлично отсюда возьму автомат то есть этот у меня пойдет как же это не жалко звучало непосредственно на запчасти хотя ставишь аккумуляторы и он на ходу плюс не забываем что здесь установлен еще контроллер который стоит бешеных денег тем более на такое специфическое напряжение которое захотели наверное некоторые бы себе поставить например с 48 вольтовым тем самым не подняв сильно напряжение да там получается но увеличив его на немножко для того чтобы увеличить скорость максимально прилично жалко конечно панелька пострадала но и ручка осталась целая вот эта ручка здесь вытаскивается такой штырь и он фиксирует переднее колесо и кстати вилку можно перекинуть на моем так скажем оставив все это дело даже вот с этой ручкой и ручку это можно тоже перебрать она и принципе рабочий так заполировал и красивый очень хорошо в общем все это можно сделать доделать переделать и вот это пойдет в запчасти вот это пойдет запчасти аппаратура короче по запчастям получается здесь 1000 на 50 а покупал его в два раза даже вот в таком состоянии он стоит огромных денег если мы еще две фары целых затика капец ну ли фар затика это вообще космическим потому что подобных моделей не выпускается если кто-то подобное ищет но он вряд ли он найдет потому что они обычно 1 экземплярный то есть не как жигули да то есть от всех жигули похуй подходит там тот и тот он нет там отличается по крепежу по виду по дизайну и короче по многим факторам то есть она мне вот так вот эти чё растет сидушка мне не понравилось здесь какой-то такой для детей но база у него на этой базе принципе можно можно его принципе до ума довести если не пускать запчасти либо опустить запчасти корпус довести дома можно все сделать все что угодно душе так что я вот перекину как раз на свой все запчасти а этот получится бушный и с него можно делать принципе чухош за счет того что кстати вот здесь вот отсек тоже снимается вот здесь можно устанавливать и аккумуляторы разные и вплоть вот досюда он идет получается здесь можно аккумулятор запихнуть в очень много его можно сделать прям в хороший такой электро байк на дальнике если вы немножко еще преувеличить поиграться все это можно доделать самое конечно страшное это с мордой поворотниками вот с этой стороны тут вообще принципе фары передние тоже не смотрю не сильно повелось хотя вот там внутри да вот здесь у нас написано т 600 так вот вот так вот и новый в идеальном состоянии в пленочках которых хранился смазывался превратился в запчасти обидно с одной стороны да ладно зато запчасти сейчас такого качества точно не купишь это чистокровные напомню кто не в курсе это чистокровные китайцы они выпускают для китайского рынка не для российского не на продажу а их человек привез из китаю с выставки непосредственно поэтому некоторые мотоциклы имели как-то черновой вариант то есть реплики то есть брали раму выкидывали все оставили электро начинку вот это из той же самой опера но вот это вот линейка они были такие в продаже их количество было также ограничено это были везены непосредственно в четырнадцатом году в россию я их приобрел настолько сколько не хватило средств в общем как то так печально досадно но это лучше чем ничего ладно на этом все всем удачи всем пока